Молящаяся церковь И мне хочется сказать, что церковь может переживать различные состояния. Я не говорю о названии. Названия могут быть различные, но состояние церкви, оно может быть различным. Церковь может быть такой, как в деянии апостолов, при определенных условиях. Или церковь может стать, допустим, возгордившейся церковью, как Ладикия. Это была церковь, это были верующие люди. Церковь может иметь разные состояния. Ладикийская церковь, они говорили, мы, я богат, я разбогател, я ни в чем не имею нужды. То есть были присыщены, и глаза были закрыты. Они считали себя самодостаточными. Церковь может быть, к сожалению, может оказаться и в таком состоянии. Церковь может стать плоской, как церковь в Каримфе. Павел говорит, вы еще плоские, вы еще не в силах. И по определенным признакам он доказал им это. Церковь может стать законической или обрядной. Она может стать буквенной, то есть по букве, как бы сухой, как церковь Галаты. Они уклонились, как бы в букву. Церковь может стать светской на службе у современного общества. Она не требует ничего от мира. Она не говорит миру о покаянии. Не призывает, не взывает об изменении жизни. Она принимает мир таким, как он есть. Светская церковь, та, которая выполняет обряды. Платятся определенные деньги, совершается обряд. Крещение, похорон и так далее. Церковь может быть, может позволять миру быть таким, какой он есть, не задумываясь. То есть церковь может стать, к сожалению, и такой. Но церковь может быть и другой. Она может быть страдающей церковью, допустим, как Смирна, церковь в Смирне. Как в Пергаме, там, где был храм Сатаны, служение Сатане было построен храм. Этот храм был перенесен в Германию, находится в Берлине. В 1913 году, или 11-м году, храм сатанинский был перенесен в Берлин. И после этого была начата Первая мировая война. Сатана поднял Германию. Храм Сатаны находится в Берлине. И Берлин вновь становится главным и столицей Германии. Что наводит на мысль, плохую мысль? Что может быть в дальнейшем? Церковь может быть страдающей церковью, как Смирна, как Пергамская церковь, как другие церкви. Церковь может быть проповедующей и терпящей церковью, проходящей через терпение, как Филадельфийская церковь. В книге Откровения написано, это церковь, перед которой Бог оттворил широкую дверь. То есть, это проповедующая церковь, церковь, перед которой открыта дверь для слова. И Господь говорит, и так как ты сохранил слово терпения моего, то я сохраню тебя от годины искушения, который грядет на всю вселенную. Церковь может быть, стать такой, как в Иерусалиме, как я уже говорил, во дне апостолов, при определенных условиях. Церковь может быть духовной, да, или плотской. Церковь может быть сильной, или слабой. Церковь может быть послушной, угодной Господу, или бунтарской, своевольной. Конечно же, я и ты, мы хотим, чтобы быть церковью, которую хочет Господь. Если бы я спросил всех поднять руки, я думаю, каждый бы это сделал, кто хочет быть угодным Господу. Как церковь может быть угодной Богу? Как и при каких условиях она может быть угодной Богу? Я верю, что одно из главных условий, которое делало церковь правильной, истинной церковью, это есть молящаяся церковь. Именно на этом мне хотелось бы остановиться для нас, потому что церковь родилась и была создана именно молитвой. По молитве церкви сошел Дух Святой. Именно вот это собрание учеников, когда Христос вознесся на небо, собрание апостолов, собрание других верующих, их там было около 500, в каком-то собрании было 120 человек. Это была молящаяся, молящаяся группа. И когда церковь молилась, тогда Дух Святой сошел. И когда Дух Святой сошел, тогда церковь еще более и гораздо более стала той церковью, которой она должна была быть, стать церковью, описанной в Деянии Апостолов во 2 главе, 4 главе. То есть, они были исполнены Духа Святого, у множества было одно сердце и одна душа. То есть, это была любовь Божья. Церковь была в молитвах, церковь была в общении. Единство, значит. Церковь находилась в учении апостолов. Именно в учении, в Слове Божьем, которое Бог говорил через апостолов. Они разделяли имущество по нужде каждого, они радовались, были в веселье, в простоте сердца. Это самая лучшая картина церкви, это самое лучшее, что можно представить себе. И вот эта церковь, которая была именно такой прекрасной, апостольская церковь, она была начата с молитвой, и она продолжала быть такой, находясь в молитве. Как я уже сказал, что ее рождение было начато именно молитвенной жизнью. Вы знаете, что еще до того, как мы исполны Духа Святого, мы можем, имеем право молиться. Корнилий, сотник римского полка, он молился до того, как был омыт кровью Христа, как был спасен и наполнен Духом Святым. Он молился, потому что он поверил, что Бог Израиле – это живой Бог, и ему надо служить. И когда он молился, уже до того, как он был исполнен силой свыше, он увидел видение ангела, который направлял его к Петру, к апостолу Петру, за Словом Божьим. Христос, когда был на земле, Он говорил нам, молитесь, просите. И поэтому у нас есть основание для молитвы первое – слова Христа. В Ветхом Завете мы могли бы не решиться на это, потому что мы были язычниками. Но в Новом Завете Господь подарил нам такое право, и об этом говорится еще до искупительной жертвы Иисуса Христа. Он сказал, теперь просите у Отца во имя Мое. что это право, бесценное право, поговорить с Отцом Небесным, поговорить с Иисусом Христом, помолиться Богу – это действительно большое благословение. И затем у нас есть молитва, есть право молиться, потому что есть обещание. Не просто право. Первое – у нас есть право. Второе – у нас есть обещание Божье. Он сказал, просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете – это обещание. Стучите, и вам оттворят. Отец Небесный даст Духа просящему Него. Матфея 21, 22 сказано, все, что не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам. Марка 11, 24 сказано, все, что не будете просить в молитве, верьте, что получите в одном переводе, получили уже, и будет вам. Поэтому у нас есть слова Христа, дающие нам право молиться. Каждому человеку, грешному, праведному. Второе – у нас есть обещания Божьи, обетования, на основании которых мы имеем право молиться и ждать ответа. Скажите, слава Богу, если хотите. Слава Господу. Третье – у нас есть нужды, которые побуждают нас молиться. И когда церковь молится о нуждах, молится, то именно с помощью молитвы церкви может очень много, или, можно сказать, все может быть разрешено. Поэтому, когда в Деянии Апостолов, в 4 главе Апостолов задержали, когда их били, когда им запретили проповедовать Евангелие, говорит Слово Господа, тогда они начали молиться. Они, во-первых, возразили и сказали, мы не можем слушаться вас больше, чем Бога. Во-вторых, они вас звали вместе, собравшись. И мы находим, церковь именно молилась вместе в этой ситуации. О чем они молились? Чтобы Господь дал им дерзновение проповедовать Слово Господне, невзирая на препятствия, и чтобы Господня рука была простерта на соделание знамений и чудес именем Святого Сына Иисуса Христа. Эта ситуация показывает силу молящейся церкви, потому что по их молитве поколебалось место, где они были собраны. Слава Господу! И они все исполнились Духа Святого. Вот такая была молитва. И говорили Слово Божие с дерзновением. Хвала Богу, если хочешь, воздай ему славу. Аллилуйя! Здесь показана сила молящейся церкви. Мы знаем, что есть молитва индивидуальная. Когда лично молишься, когда у тебя есть личная нужда. Но есть молитва, когда есть групповая молитва. И Господь говорит, что даже если двое из вас согласятся молиться, и трое, я буду среди вас. Потому что есть разные нужды. Есть нужды личные. Есть нужды, которые ты не можешь открыть всем. Потому что они очень личные. Ты можешь открыться друзьям. Ты можешь поговорить с теми, кто расположен или с сердцем, он понимает тебя. Это есть личная молитва, групповая молитва. Даже два-три человека молиться в согласии. Это есть большое благословение. Но есть особенное благословение, когда церковь вся молится. Когда церковь вся взывает. И тогда происходит то, что мы читали здесь. Есть ситуации, когда церковь не может молиться вслух о чем-то конкретном, потому что это касается лично какой-то нужды человека. Но церковь может понимать и взывать. Но как хорошо, когда есть возможность молиться или вызвать к Богу о какой-то особенной нужде. Особенной нужде, допустим, о нужде служения. Как мы читаем в Писаниях, потому что эти люди, апостолы, они оказались сейчас в такой ситуации, что им первосвященники, то есть самые главные старейшины народа, у них не было царя. Ну, Ирод был, но это не был царь. Это был, можно сказать, ставленник Рима. А поэтому они говорили, у нас нет царя, кроме Кесаря. Но у них был Господь. И вот церковь именно молитвой побеждала. И существует, я хочу повторить, учение Христа о молитве. Существует обетование Божие в ответ на молитву. Существует нужда. Существует критическая ситуация. И вот одна такая критическая ситуация, она оказалась в первой церкви. День апостола в 12 главе описывается об этом. Там говорится о том, как Ирод восстал на церковь. И он арестовал некоторых из верующих. И непросто. Но он взял и убил Иакова мечом. Поэтому Иоанн, апостол Иоанн, он потерял своего брата, родного. И церковь потеряла служителя в лице Иакова. Ирод арестовал некоторых. И умертвил одного из апостолов. Это была серьезная ситуация. До этого была ситуация, когда Стефан, проповедник, дьякон, евангелист, благовестник, он был побит камнями. И мы находим именно в Деянии апостолов атаки, которые именно были адресованы против церкви и против личнослужителей. Если мы посмотрим всю книгу Деяния апостолов, мы увидим прежде всего гонение на апостолов, гонение на Стефана, гонение на Петра. Их схватили, их бросили в темницу. Ангел отпустил их ночью. Теперь Петра схватили с Иаковом, и Акова убивают. И эта же участь ожидает Петра. И Петр должен был быть выведен к народу на следующий день утром для казни. Это называется критическая ситуация. Это кульминационный критический момент. Вот это апогея, самая вершина. И все. И дальше пойдет конец. Смерть, погибель. И мы находим в Слове Божьем, что Петра стерегли в темнице, между тем церковь, церковь, хочется повторить, прилежно молилась о нем Богу. 12.5 говорится именно о молитве церкви. Церковь прилежно молилась Богу. Вы понимаете, что когда Иаков был убит, возможно, христиане, возможно, об этом не сказано в Библии, я говорю от себя, возможно, растерялись и даже не успели среагировать. Когда Стефан был убит, это было неожиданно. Он проповедовал. Его арестовали в синагоге. Исполнились ярости, слушая его слова. И хотя Стефан говорил им доказательства, он говорит, я вижу Иисуса Христа, в Которого вы не верите. Я вижу Его сейчас, стоящего одесную Бога Отца. То есть по правую сторону. Но они закрывали уши, затыкали глаза. Они разрывались сердцем, бросились на него, устремились, вывели за город и побили камнями. Смерть Стефана, гонение на церковь, атаки на служителей. И вот здесь критическая ситуация. Она привела церковь в такое состояние, что церковь молилась ночью. Каждый человек хочет спать, вы понимаете. Но они хотели молиться. И в ту ночь, когда Ирод хотел вывести его, Петр спал между двумя воинами, скованными двумя цепями, и сразу у дверей стерегли темницу. Седьмой стих. И вот ангел Господень предстал, и свет осеял темницу. Ангел толкнул Петра в бок, пробудил его и сказал, встань скорее. И цепи упали с рук его. И сказал ему ангел, опояшься и обуйся. Он сделал так. Потом говорит ему, надень одежду твою и иди за мной. Петр вышел и следовал за ним, не зная, что делаемого ангелом, было действительно. А думал, что видит видение. Пройдя первую и вторую стражу, они пришли к железным воротам, ведущим город, которые сам и собой оттворились, им. Они вышли, прошли одну улицу, и вдруг ангела не стало с ним. Тогда Петр, придя в себя, сказал, теперь я вижу воистину, что Господь послал ангела своего и избавил меня от руки Ирода и от всего, чего ждал народ иудейский. И осмотревшись, пришел к дому Марии, матери Иоанна, называемого Марком, где многие собрались и молились. И когда Петр постучался в ворот, то вышел послушать служанка именем Рода. И узнав голос Петра, от радости не оттворила ворот, но вбежав объявила, что Петр стоит у ворот. А те говорили, в своем ли ты уме? Но она утверждала свое. Они же говорили, это ангел его. Между тем Петр продолжал стучать, когда же оттворили, то увидели его и изумились. Он же, дав знак рукою, чтобы молчали, рассказал им, как Господь вывел его из темницы и сказал, уведомьте о сем Иакова и братьев. Это уже другой Иаков. Потом, выйдя, пошел в другое место. Был еще Иаков, брат Господин. Здесь мы находим ситуацию, критическая ситуация, которая привела людей в молитвенное состояние в ночное время. И мы находим здесь ответ на молитву церкви. И также повсюду в Библии мы находим, что Господь, Он отвечал на молитву церкви. Что характерно для церкви первого Деяния Апостолов, молящаяся церковь, пребывающая в Слове, в общении, в единстве, в преломлении хлеба. Такую церковь хочет видеть Господь. Церковь может молиться только потому, что Господь сказал, что мы можем молиться, но не только. Бог хочет, чтобы мы молились, потому что есть ответы у Господа. Церковь может молиться, потому что есть нужда, есть ситуация. Открытая ситуация или не совсем открытая ситуация. Понятная ситуация, непонятная ситуация, но Бог дает нам право молиться. Именно служение церкви является служением молитвы. Я позволю себе сказать, Христо, Христовы слова, Он сказал, дом мой, домом молитвы наречется. Именно в молитвенном общении с Богом мы находим, получаем ответ. Мы находим радость, мир. Мы находим счастье. Мы находим чудеса. Общаясь с нашим Господом, мы находим благословение. Молитва должна занять в нашей жизни большее место, чем все другое. Что другое? Например, общение с людьми. Несколько раз Господь в сердце как бы обращался ко мне. Я чувствовал его вопрос. Я больше молюсь Богу или больше я предпочитаю разговаривать с людьми? Я подумал, что должно быть больше в моей жизни? Ведь Христос сказал так, что когда будут слова ваши да, да, нет, нет, что сверху этого то от лукавого. Библия говорит, чтобы мы были небногословны, при многословии не миновать греха, говоря, от себя мы согрешаем против людей, против самих себя, против Господа. И поэтому Господь несколько раз мне давал на сердце это. К чему я больше отдаю время? Мне хочется это спросить тебя, чтобы ты сам себя спросил. Если служение, молитва так важно, то в какой степени оно занимает наше место? Конечно, если ребенок находится в школе 6-7-8 часов, он не может 8 часов молиться подряд, но он может молиться про себя. Сколько может? Библия говорит, непрестанно молитесь. В слове не сказано, непрестанно говорите, но говорит, непрестанно молитесь. Можем ли мы повторить это слово вместе? Непрестанно молитесь. В Библии сказано, будьте постоянны в молитве, бодрствуй в ней с благодарением. Именно молитва избавляет нас от искушения, от проблемы. Может быть, с Петром случилось бы то же самое, если бы церковь не молилась. Я верю в это. Христос сказал однажды ученикам в Своем в Гесиманском саду. Он говорит, бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение, то есть, чтобы не случилось какое-то испытание, искушение. Бодрствуйте и молитесь. Именно молитва позволяет церкви находиться в бодрствующем состоянии. Сказано 1 Петра 4,7 «Итак, будьте благоразумны и бодрствуйте в молитвах». Когда мы не молимся достаточно, мы теряем бодрствующее состояние Духа. То есть, что такое бодрствующее? Это значит не спящее. Пробужденное состояние Духа, оно происходит именно в молитве. В нашей жизни случаются потрясения, которые пробуждают нас. Мы начинаем молиться больше в своей жизни, когда происходит что-то, что нас шокирует и пугает. Согласитесь с этим. Иногда Бог допускает ситуации, может быть, даже только для того, чтобы мы научились молиться и искать Бога. тогда мы, может быть, Богу обеты даже даем, что если ты поможешь мне в этой ситуации, как молился Яков, я тебе отдам десятую часть. Если ты будешь со мною, если ты сохранишь меня от зла, я буду это делать, я буду молиться чаще. Мы говорим, Господи, я десяти на тебя отдам или что-то. Может быть, потому что мы оказались в критической ситуации. Ребенок болеет, атаке врага, еще что-нибудь. Критические ситуации, они пробуждают нас. Человек забывает о том, что для него важнее. Нужда становится насущней, главнее. Петр говорит, будьте благоразумны и бодрствуйте в молитвах. 1 Петра 4,7 1 Петра 5,8 Трезвитесь и бодрствуйте, потому что противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев ища кого поглотить. Это предупреждает нас Божье Слово. Некоторые легкомысленно христиане, они пытаются отрицать этот стих. Они говорят, он ходит, как бы рыкающий лев, но на самом деле он всего лишь котенок, который мяукает. Это легкомысленное заявление. Он как бы, то есть, не надо изменять Слово Божье. Не нужно его искажать. Сатана ходит, как рыкающий лев. Лев, который хочет поглотить овцу, лев, который хочет атаковать наследие Божье. Поэтому, что поможет? Бодрствуйте и молитесь, написано в Библии. И поэтому, бодрствование, которое приходит в результате молитвы, оно помогает нам отразить стрелы сатаны. Оно помогает нам противостать. И если мы молимся, то мы входим в бодрствующее состояние. Церковь становится бодрствующей. 1 Коринфянам 16,13 говорится, бодрствуйте, стойте верить, то есть не спите, бодрствуйте. И поэтому, говоря о церкви, какой может стать церковь? Хочется сказать положительно, церковь может стать молящейся церковью. Церковь, которая серьезно относится к тому, что говорит Господь. И когда церковь находится в молитвенном состоянии, что она получает? Получает то, что начинается с первой книги Деяния Апостолов. Когда церковь собраны, были вместе, были единодушны вместе и молились. Что церковь получает? Посещение и излитие Духа Святого. Вместе с Духом Святым церковь получает откровения и дары. Она получает дары, служения, когда Петр встал и неожиданно стал проповедовать тысячам людей. Церковь получила силу в молитве. Церковь получила благодать Божьей любви. Когда церковь молится, с Духом Святым изливается Божья любовь. И тогда мы наполняемся любовью Божьей. И что? И благодаря любви Господней в тебе и во мне мы начинаем служить молитвенно. За кого мы обычно молимся? За какую нужду мы молимся? Та нужда, которая касается нашего сердца. Какая нужда касается нашего сердца? Которая близко нам по духу или по плоти или. Но это нужда близко. И я хочу сказать пример. Если ты молишься горячо, искренне, если ты принимаешь нужду как личную нужду, то твое сердце оно правильное. В нем пребывает любовь Божья. И в церкви если у всех будет одно сердце, одна душа, то есть будет любовь Божия излита Духом Святым, то мы все будем молиться в одном сердце. Но когда этого не хватает, тогда этот круг сужается. Круг молящихся. Понимаете? До количества друзей. До тех, кто непосредственно знает тебя, любит тебя. И таким образом получается два, три, может быть, пять человек. И это с одной стороны хорошо, с другой стороны печально, потому что Бог хочет, чтобы церковь пребывала в молитвах. Если у тебя есть друг, и друг попал в беду, ты будешь за него молиться, потому что он твой друг. Если у тебя сын, дочь, дочь неправа, сын неправ, попал в беду, ты будешь молиться, потому что ты любишь его. Мама, папа, брат, сестра, что-то близкое, что-то, что-то имеет отношение к твоему сердцу, это будет вызывать твою молитву. Но если мы исполнимся Духом Святым больше, то наша любовь и наши чувства, они распространятся на разные нужды, разное количество людей. И мы сможем молиться за город, сможем молиться за страну, за правительство. Почему? Потому что они станут близки нашему сердцу. Церковь может стать молящейся церковью. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова